Банки много лет наживались на доверчивости россиян, но скоро этому положит конец Банки Экономика. Полночь 2, 18 ноября 2019 года перестраховались банки и много лет наживались на доверчивости россиян, но скоро этому положит конец. Фото, Матитин Валерий, ТАСС. Российские банки готовы на все ради получения прибыли. Неиссякаемым источником баснословных комиссий для них уже много лет остаются страховые компании. В погоне за выполнением планов и похвалуя от начальства банковские сотрудники вместо грамотной продажи услуг начинают заниматься откровенным навязыванием, в том числе сомнительных страховых продуктов. Вдобавок уже навязанную клиенту страховку банки под шумок включают в тело кредита, заставляя россиян переплачивать дважды. Власти долгое время не могли приструнить жадные кредитные организации, но теперь практику могут прикрыть. Подробности в материале ленты.ру Навязывание страховок при заключении договоров потребительского или ипотечного кредитования остается серьезной проблемой для заемщиков в России. Почти четверть всех обращений, которые поступают в службу по защите прав потребителей финансовых услуг Центробанка, имеют отношение к навязыванию дополнительных услуг. Ранее лента.ру уже писала о нарушениях на рынке банка страхования на основе исследования Международной конфедерации обществ потребителей, Конфоб, в рамках совместного проекта Минфина и Всемирного банка. Спустя 10 месяцев тайные покупатели Конфоб провели повторный эксперимент. Фото – Александр Коряков, коммерсант. По закону обязательным является лишь страхование заложенного имущества, то есть квартиры, покупаемой в кредит. Все остальные виды ипотечного страхования могут осуществляться лишь по желанию заемщиков. Об этом тайным покупателям Конфоб сообщили только в Росбанке, остальные же предлагали полный пакет. Кроме того, большинство банков настаивали на приобретении страховки исключительно через дружественные им компании. Что касается рынка потребительского кредитования, то возможность застраховаться в сторонней компании не предоставил ни один из банков, участвующих в исследовании. При оформлении ипотек возможность выбрать страховщика предоставил только Сбербанк, еще две кредитные организации Абсолютбанк и Банк Возрождения позволяют это с некоторыми оговорками. В первом случае менеджеры банка сообщили, что выбрать страховую компанию можно только на второй год обслуживания, при этом какой-то риск все равно нужно оставить на страховании в аккредитованной при банке организации. Возрождение в свою очередь выдвигает другие условия банк поднимает ставку по ипотеке на 0,75% пункта при выборе клиентом сторонней страховой компании. В пресс-службе банка не ответили на вопрос ленты.ру о законности такой практики. В Банке России при этом напомнили о части 10 ст. 7 закона о потребительском кредите, займе, согласно которой кредитор обязан предоставить заемщику потребительский кредит на тех же, сумма, срок возврата кредита и процентная ставка, условиях в случае, если заемщик самостоятельно застраховался в пользу кредитора у страховщика, соответствующего установленным кредитором критериям. Что касается добровольной страховки, то в случае, если клиента не устраивают страховые компании, предлагаемые банком, он может отказаться от приобретения страховки. При этом банк обязан предложить альтернативный вариант потребительского кредита на сопоставимых условиях без обязательного заключения договора страхования, сообщили ленте.ру в регуляторе. Под ключ. Другой вид нарушений на рынке банка страхования включение страховки в предварительный расчет по кредиту против воли клиента, в результате чего заемщик вынужден переплачивать. То есть банки выдают кредит уже на большую сумму, с учетом страховки, соответственно, на большую сумму начисляются и проценты. При этом кредитные организации зачастую не позволяют заемщикам оплатить страховку из собственных средств. Из банков, которые следовал Конфоб в Москве, купить страховку на свои деньги можно только в Россельхозбанке и Тинькоффбанке. По словам председателя Конфоб Дмитрия Янина, подобный подход увеличивает уровень кредитной нагрузки и нарушает права потребителей, которым приходится не только приобретать ненужную сопутствующую услугу, но и еще в обязательном порядке платить начисленные на страховку проценты. В cbl.ru подтвердили, что выбор способа оплаты страховки остается исключительно за заемщиком и что банк не должен препятствовать ему в оплате страховки из собственных средств. Однако надо отметить, что способ приобретения страховки к кредиту на собственные средства не самый популярный и не так часто заемщики, обращаясь за кредитом в банк, имеют на руках дополнительные денежные средства для приобретения страховых продуктов, добавили в регуляторе. Сами банки в ответ на запросы ленты.ру также заверили, что действует в полном соответствии с законодательством и что в случае с потребительским кредитованием финальное решение о вариантах оплаты страховки остается за клиентом. Что касается ипотечного страхования, то оно вовсе невозможно за счет заемных средств. Гасить нельзя помиловать. В ходе мониторинга специалисты Конфоб также выявили недружественные практики банка в предосрочном погашении потребительских кредитов. В теории возможны два варианта реакции банка на желание клиента гасить долг с опережением, сокращение суммы ежемесячного платежа или уменьшение срока кредитования. Последний вариант выгоден тем, что снижает конечную переплату по кредиту, то есть проценты начисляются на меньший период времени. Однако некоторые из исследуемых банков – Почтобанк, Райфайзенбанк, Банк Открытия – разрешают заемщику при досрочном погашении уменьшить только сумму ежемесячных платежей, а сократить срок действия кредитного договора не представляется возможным. Фото – Александр Коряков, коммерсант. В итоге заемщикам приходится платить больше. Например, клиент хочет взять потребительский кредит на сумму 300 000 рублей сроком на два года под 16% годовых. Если строго придерживается графика, сумма переплаты составит 52 558 рублей. Если заемщик через 4 месяца обслуживания долго внесет досрочно 30 000 рублей, то при сокращении срока кредитования конечная переплата составит 43 768 рубля, а при уменьшении размера ежемесячного платежа ему придется переплатить 47 921 рубля. Если же взять более крупную сумму и более длительный срок, то разница будет еще более наглядной. В открытии ленте .ру сообщили, что при частичном досрочном погашении ипотечного кредита возможно как сокращение суммы платежа, так и сокращение срока кредита. Однако при частичном досрочном погашении потребительского кредита действительно уменьшается лишь сумма обязательного платежа. При этом клиент может осуществлять досрочные погашения ежемесячно, в том числе в мобильном и интернет-банке, и погасить кредит в более короткий срок. Для дополнительного удобства клиентов возможность сокращения срока кредита планируется к внедрению в первой половине следующего года, рассказали в банке. В Банке России отметили, что порядок изменения количества, размера и периодичности сроков платежей при частичном досрочном погашении, ЧДП, кредит определяется индивидуальными условиями договора между банком и заемщиком. При этом закон не обязывает кредитора предоставлять заемщику на выбор несколько способов формирования графика платежей после проведения ЧДП. Однако если индивидуальными условиями кредитования было предусмотрено, что при ЧДП заемщик вправе выбрать самостоятельно дальнейший порядок формирования графика платежей, а банк отказывает ему в этом, то в таком случае можно говорить о несоблюдении банком условий кредитного договора. Давай по-быстрому. Бывают ситуации, когда банки прямо не нарушают законы или предписания ЦБ, однако занимаются сомнительными с точки зрения экспертов практиками. Например, в ходе мониторинга Конфоб выяснилось, что ряд банков реализует такой продукт как экспресс-ипотека. При определенном размере первоначального взноса, от 40-50%, клиенты не должны предоставлять справку, подтверждающую их доходы. Банки принимают решение о выдаче кредита по двум документам – паспорту и СНИЛС или паспорту и водительскому удостоверению. Ипотеку по паспорту и СНИЛС при высоком первоначальном взносе выдают Абсолютбанк, Возрождение и Акбарсбанк. В Сбербанке, по словам менеджера кредитной организации, получение ипотечного кредита с первоначальным взносом от 50% возможно при предъявлении паспорта и водительского удостоверения. По словам Дмитрия Янина, выдача ипотеки по паспорту и водительским правам даже при высоком первоначальном спросе опасная практика, ведь проверка платежеспособности и расчет долговой нагрузки заемщика являются важнейшими элементами ответственного кредитования. Банки не могут по этим документам правильно оценить платежеспособность потенциального ипотечника, уверен он. При этом в ЦБ считают, что у банков довольно широкий набор инструментов, при помощи которых они могут оценивать доходы клиентов. В частности, это может быть информация о государственных информационных систем, ФНС и ПФР, отчета о средних доходах в регионе на базе данных Росстата. Одновременно кредитная организация оценивает кредитную историю заемщика, количество принятых им на себя долговых обязательств, долговая нагрузка, характеристики предоставляемого залога, указали в регуляторе. Кроме того, высокий уровень покрытия первоначальным взносом стоимости квартиры, по мнению ЦБ, говорит о хорошем финансовом состоянии заемщику и его способности сберегать денежные средства. Вместе с тем значительный размер первоначального взноса не должен становиться для банка единственным критерием при принятии решения о выдаче, отказе в кредите, добавили в ЦБ. В Акбарсбанке ленте.ру сообщили, что такая практика адекватна, так как многие банки при определенном размере первоначального взноса не требуют документов, подтверждающих доход, учитывая, что кредит обеспечен недвижимостью. Фото, Сергей Бабылев, ТАСС. Однако какая-то работа в этом направлении все же ведется. Банк России предложил распространить период охлаждения на договоры коллективного страхования еще осенью 2017 года. Как сообщили ленте.ру в регуляторе, соответствующий законопроект уже готовится ко второму чтению. Кроме того, при участии ЦБ разработан законопроект, выносящий изменения в федеральный закон о потребительском кредите, займе. В частности, запрет обуславливать заключение и исполнение договора потребительского кредита необходимостью приобретения дополнительных услуг за отдельную плату. Помимо этого, документ исключает возможность навязывания условий, обязывающих заемщика заключать договор страхования на весь срок кредитования с единовременной оплатой страховых платежей. Это касается тех кредитных договоров, которые были заключены на срок свыше года. Также законопроект обязывает кредитора обеспечить заемщику возможность выбора способа оплаты дополнительных услуг за счет собственных средств либо за счет предоставляемого кредита. Вместе с тем, с 2019 года Банк России проводит в поднадзорных организациях контрольное мероприятие с целью проверки взаимодействия сотрудников банков с клиентами непосредственно в офисах финансовых организаций. В том случае, если потребитель сталкивается с недобросовестным поведением сотрудника банка, регулятор рекомендует напомнить менеджеру о требованиях части 10 ст. 7 закона о потребительском кредите, займе и по громкой связи связаться с контактным центром банка или даже заснять на виде процедуру продажи страховки к кредиту. Екатерина Чапур Субтитры создавал DimaTorzok